Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о пяти современных книгах Которые учат мораль и нравственности не хуже Льва Толстого Меняются времена, меняются и люди Точнее, люди в основном не меняются Оставаясь в душе такими же, как их родители, бабушки и дедушки Но вот слова уже используют другие Но слова-то словами А вот мораль, которая была в романах и повестях великих классиков отечественной литературы Первым вспоминается Лев Николаевич Толстой По-прежнему звучит в произведениях отечественных и зарубежных современных писателей Один из самых известных романов Сергея Минаева «Духлес» Повесть о ненастоящем человеке показывает изнутри жизни современного молодого человека Внешне успешного, сделавшего карьеру, любимого красивыми женщинами, имеющего кучу друзей, приятелей и хороших знакомых Но, несмотря на обилие развлечений, удовольствий и различных приключений Герой ощущает, что ему в жизни не хватает Ну, наверное, реальных чувств Особенно после того, как тот, кого он считал своим другом и партнером Оказывается жалким обманщиком, обвиняющим в деловой неудаче не себя и свою хитроумную жадность А именно главного героя Да и сам главный герой вовсе не подлец Но отнюдь не бескорыстный По работе и вне ее Одновременно он понимает, что почти все у него есть, но вот счастья нет Поэтому бедняга и мечется Ищет смысл жизни «Благие знамения» Необычный и успешно экранизированный роман двух известных Но при этом совсем разных британских авторов Нила Геймана и Терри Пратчета Описывает отношения и проблемы двух таких же совершенно непохожих друг на друга главных героев На дворе 20 век Но это вовсе не значит, что в человеческую жизнь никто не вмешивается Тут вообще конец света запланирован вроде как Но вид он обретает совсем непредсказуемый В тексте много самых разнообразных пародий, шуточек, остроумных философских размышлений На которые оба автора – прекрасные мастера Внимательный читатель неминуемо задумается Чем же был хорош тот самый минувший 20 век И в чем состоит настоящий смысл бытия Два главных героя романа «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина Очень богатый мужчина и небогатая женщина когда-то учились вместе Теперь они, разошедшиеся по разным путям Но так и не забывшие по разным причинам друг о друге, по-своему несчастливы Ему хочется чего-то этакого Все обычное он уже купил и насытился И вот в голову лезут мысли о той однокурснице Как он однажды на картошке, когда он был еще финансово никем и ничем Упустил некий шанс А ей хочется не просто подачек, а чего-то большего Но чудес, даже если привлечь передовую технологию и древние эзотерические практики, нет Вернее, они, может, и есть Но вот после этого человек может измениться И поэтому возникает вопрос В чем же выражается счастье И почему его действительно нельзя купить Бестселлер в жанре фэнтези «Медное королевство» Шеннон Чакраборзи Примечателен тем, что автор не только подробно описывает экзотические детали жизни на средневековом Востоке Но и отражает нравственные проблемы Жизнь главной героини по имени Нари такова, что ей больше приходится думать о выживании, чем о высоких материях Достаточно того, что при несомненных способностях в медицине она не может получить образование, потому что она женщина Казалось бы, для нее цель всегда должна оправдывать средства Но нет Пережив множество приключений, Нари обнаруживает в себе способность думать о других И стремится не только к максимальной выгоде для себя Но и защищать принципы справедливости Она даже может пойти наперекор могущественным недругам, которые были бы так рады видеть ее союзницей Но пробудившийся в душе героиню нравственный закон Становится камертоном, по которому она сверяет все поступки И Нари не только осознает, что жестокости оправдания нет, но и открыто выступает против И последний в нашем обзоре роман «Клязьма и укатанагон» Автор Юрий Лавут-Хуторянский В этом весьма причудливом романе переплетены несопоставимые на первый взгляд пласты повествования Неспешно развивающийся набор современных житейских коллизий Причем не мегаполисных, а фактически деревенских Это первое Описание, размышления и дискуссии вокруг грандиозного даже для чистой фантастики галактического эксперимента Это второе И вот эта смена ракурсов, помноженная на дистанцию между мироощущением нынешнего горожанина И исконно крестьянским подходом к жизни Заставляет читателя всерьез проникнуться моральными проблемами Тяжелая жизнь Оправдывает ли она бессмысленное насилие? Неважно, над людьми или животными Оставить опыты на целой цивилизации, наблюдая за разумными существами, словно за плесенью в лабораторной чашке Это можно? Автор предоставляет читателю полную свободу поиска ответов и толкований На этом все Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз В тысячу раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok